Псалм 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 Писание, вот, послание Петра. И вот обратил внимание, и думаю, о чем же здесь говорит Петр? Это второе послание, третья глава, и я прочитаю с восьмого стишка. Несколько стихов. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнению обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночь, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Вот в этом отрывке Петр выражает как минимум три темы. Ну, я об одной буду говорить, одну затрону, ну, а третья, как, ну, всем понятно, что когда-то придет Христос. И вот, если мы читаем первую главу этого послания, то Петр пишет, что это послание пишет всем равноуверовавшим, как уверовали апостолы. То есть это послание, второе послание Петра напрямую относится к нам, независимо от того, что прошло довольно времени, равноуверовавшим. И если мы равноуверовали, как уверовали апостолы, это послание напрямую к нам. И вот Петр пишет, одно, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные. Вот все может быть сокрыто, а вот одно должно быть обязательно открыто тем, кто стал на путь веры. Мы, может быть, сокрыта доктрина о духовном крещении, о спасении, о всем, о всем. Он пишет, одно только не должно быть сокрыто. То есть все остальное может быть сокрыто. Человек встал на путь, вот, шествия к Господу, и потому как он будет увеличиваться в практике, приближаться к Господу, оно будет открываться. Но вот вначале, вначале, одно вот это истина, она должна быть обязательно открыта каждому, кто стал на путь веры. Это, казалось бы, ну что здесь за такая истина? Один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Кто в этом находит такую большую истину? Я задавал некоторые вопросы, ну, некоторые говорят, ну, это Бог не живет во времени. Ну да, это, ну, понятно, что Бог не живет во времени. Ну почему это не должно быть сокрыто? Почему это обязательно должно быть открыто? Ну, и сравнительно, вот, молодой человек говорит, ну, потому что это, если не будет открыто, можно так зайти далеко, что не приблизиться к Господу. Он сказал другими словами, я говорю смысл. И я говорю, действительно так. И вот Петр, вот, исполняя свою миссию, когда ему сказал Христос, что некогда обратившись, укрепи братьев. И он укрепляет на тысячи лет вперед всех. И вот пишет вот это, что не должно быть сокрыто. И вот, рассуждая над этим, мы все знаем, что в Израиле ждали миссию. И ждали миссию все, и ученики ждали миссию тоже. И вот у них мысль, у всех евреев мысль, что должен прийти миссия и избавить Израиля от вот этого Игоремского, что они должны быть свободны, и уже не будет там кто-то им из человеков, а Бог вот будет уже укрепит их и будет Израиль царствовать. И никому не будет подчинен. И ученики тоже заражены были этой мыслью. Вот мы... Много мест в Писании, я не буду приводить, но много мест в Писании говорит о том, что ученики вот ждали миссии. И вот когда-то Христос собрал учеников и спросил, за кого меня почитают люди? И они объяснили, кто-то за пророка, кто-то за воскрешего, кто за кого. А говорит, а вы меня за кого? И Петр, вот Петр говорит, ты сын Бога живого. И вот Христос говорит, что блажен ты, Петр, это не плод тебе открыл, а не человеческим разумом так этому пришел. Вот тебе это открыл Дух Святой. Тебе Бог сам открыл это. Ты познал это истину. Ну, вы знаете, мы читаем Захария 9.9. Если можно, высветите. И вот они идут с Ильонской горы. Скажите, ученики знали это место? Что написано? Что написал Захария в 9 главе 9 стихом? Конечно же, знали. И вот радость отчерчил Иерусалима. Сердцарь грядет, сидя на ослице в молодом ослие. Вот я себе так допускаю мысль, что ученики шли с чувством, что когда они зайдут в Иерусалим, то уже из этих 12 простолюдин будет 12 князей по числу колен Израилевых. Дословно написано и дословно исполняется. Что можно думать? Что бы мы думали? Я бы думал, вот идет царь Иерусалим. Так сказал Бог. Кто может противиться этому? Если Бог сказал, значит обязательно исполнить. Можно ли допустить мысль, что Захарий ошибся? Не поборствовал то время и написал не так. Нельзя. И вот царь, все, и вдруг не получилось. не получилось. И как будто бы потом они поняли. Когда Христос говорит, вот видите храм, не останется камня на камне. И потом они говорят, когда уже стались наедине, скажи, вот, когда это будет, и признаки твоего пришествия. Ну, казалось бы, по этому тексту можно понимать, что они уже поняли, что царства-то здесь никакого не будет. А Христос уйдет, все это будет разрушено и когда-то придет назад. И вот Христос на кресте умер. Они в отчаянии. Они в непонимании. Вот Христос говорил им все это зараньше, чтобы они могли приготовить себя и не скорбеть чрезмерно. Это же великая скорбь. И Христос пристает к двум ученикам из-за Мауса и они ему объясняют. Мы думали, что он восстановит царство Израилю. А он уже третий день, как все это случилось, его смерть. Уже три дня прошло, как умер. А мы думали, мы были уверены. Это только два были уверены ученика? Не думаем. Мы читаем первая глава Деяния апостолов. и когда Христос собрал учеников на Леонской горе и говорит, не отлучайтесь от Русалима, жития бещаного. Иоанн крестил вас водой, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. И вот они сошлись и спрашивают, не в это ли время восстанавливаешь царство Израилю? Вы знаете, вот у них первоначально до того, как они еще не встретились со Христом у них была мысль, придет Мессия и восстановит царство. И они уверены были, и это правда, что Христос и есть тот Мессия. И сколько им Христос не говорил, и казалось бы доходит, и все-таки уже столько событий. А у них вот та мысль, которая была раньше, которая охватила весь Израиль, не в это ли время ты восстанавливаешь царство? Христос говорит, не ваше дело знать времена или сроки, но вы примите силу, которую положил Отец во своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на воздух, с той быти свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самаре и даже до края земли. И сказал это и начал возноситься, отдаляться от них в небо, дальше, дальше, дальше. И вот какое чувство у них было, может быть, ну не паники, наверное, растерянности, недоумения. Они видят Христос и облако скрыло. И вот в тот момент они уже поняли точно, что не в это время Христос восстанавливает царство. Христос ушел. Но остается вопрос, как много сегодня христиан занимаются не своим делом. Петр говорит, Бога за руку не поймаешь, не вычислишь. Я был в другом церкви, и брат проповедовал, и на проповеди говорит, там, что Бог дал откровение во сне. И я так понял, что кому-то надо покаяться, и надо за него ходатайствовать. Говорит, осталась одна минута решения его вопроса, и его вопрос будет решаться. Одна минута. Говорит, я поднялся, а на часах без одной минуты двенадцать. Ну, мы понимаем, что двенадцать это решает, подводит черту под всем, да? И, говорит, я вскочил, и что я мог только говорить Богу, то Господи, что можно сделать за одну минуту? Он как-то выразился, ну, может, не в панике, он был, ну, в такой вот, ну, переживании сильном. Что можно сделать за одну минуту? И он больше ничего не мог говорить, что можно сделать, Господь, за одну минуту? И Бог, говорит, дал мне откровение, что это минута в моем измерении. Ну, так совпало, вот, мог бы проснуться и в пятнадцать минут первого, или без двадцати двенадцать, ну, за двадцать минут может позвонить, бы успел даже доехать, если близко. А вот без одной минуты двенадцать проснулся. и мы должны понять, вот, что все, что написано в Библии, написано правильно. Оно все исполнится, все, до одного слова, все, оно исполнится, все в свое время. Мы никогда не подсчитаем. Когда-то вот здесь в нашей церкви был разбор слова, и на разбор слова приходило вот не меньше, да может даже больше, чем сегодня сидит в зале. Ну, и я вот сидел, и разбирали вот седмицы, семь седмиц. Ну, и от чего считать? Ну, конечно же, надо считать от начала создания Израиля. Ну, и посчитали, братья. Я не в упор, говорю, ну, насколько вот понимали, время впереди было, это был, наверное, девяносто второй, может, третий год, может, четвертый, ну, это было начало девяностых, а, ну, в сорок седьмом восстановление Израиля, ну, и сорок девять прибавьте, в девяносто седьмом, седьмая седмица заканчивается, ну, уже кто-то перенес, подсчитал по-другому, седмица уже заканчивается вот в тридцатом году, и, вы знаете, есть много людей, которые занимаются не своим делом, вместо того, чтобы сеять упование на Господа, проповедовать то, что вот назидает, то, что наставляет, то, что приводит к миру, то, что приводит к созиданию, то, что приводит сосредоточиться, вот, понять любовь Божьего, понять, что нужно все-таки пребывать в молитвах, вот, в прошениях, вот, как в благодарениях, как сегодня, вот, две проповеди были направлены на то, чтобы молиться, молиться, но вместо этого то, что приводит в панику, приводит в беспорядочность, и это на основании Слова Божьего, и это же, да, это же связано все, это же к этому. И Петр говорит, что если это не откроется, не понуждаешься в этом, и не откроешь, что Бога не надо вычислять, и станешь на путь веры и приближения к Господу, то попадешь в заблуждение, и можешь даже из-за паники отпасть. Да, время будет страшное. Вот Петр пишет, что все это подлежит огню, и как было потоплено водою, то вот этот настоящий мир, он весь сгорит. Земля и все дела на ней, все сгорит. Это будет все страшно. И Петр пишет, что если так все это будет, то какими надлежит быть нам. Ну, это довольно-таки большая тема. Ну, я бы хотел бы сегодня вот задать такой вопрос, поняли ли мы, какими мы должны быть? Да, будет страшно. Возможно, будет в народе паника, не в христианском народе, потому что написано в Откровении, восклонят голову и скажут, ей гряди, Господи Иисусе, ибо приближается избавление. Вот в этой всей панической атмосфере, в этой всей панике, в этом всем вот хаосе народ Божий увидит свое избавление, будет мир в сердце, и к ним будет приближаться избавление, потому что они твердо знают, они искуплены драгоценную кровью. И если твое сердце сегодня постигает вот паника, смущение, ну, по-человечески это нормально, это нормально, переживания, вот, скорби, и даже скорби постигают и христиан, и порой мы скорбим и переживаем, поэтому и молимся. Но ненормальное состояние христианина, когда он молится, а не приходит утешение. Если в твоей жизни не приходит утешение от скорбей, от переживаний, от тревог, и нечем утешиться, и негде найти упование, от тебя сокрыта вот эта истина, которую Петр говорит, одно только не должно быть сокрыто от вас. И если от нас это не сокрыто, мы сможем легко приблизиться к другим истинам, к другим милостям Божьим, откровениям. Бог нам покажет вот этот весь мир, весь этот хаос в другом, в другой сфере, в другом понимании. дай Бог чтобы христиане, с которыми приблизились к Господу не поняли эту истину, что не в это время Бог делает то или другое, как это поняли ученики, когда Христос отдаляется и становится совсем невидим и переживает время и говорит, ну да, не в это время, зря забили гаражи продуктами, зря то делали, зря то делали, зря делали, да, не в это время. Когда уже Бог отдалился и реальность жизни показала, что это не то время, не то время, пусть всех нас укрепит Господь и даст нам понимание, и у меня рассуждаю над этим родилась вот проповедь на тему, какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ну, я бы сказал бы нам, может, когда-то Бог даст и сказать это, а свою проповедь я хочу закончить из этого же послания, 17-18 стих и эта же глава. Итак, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok